С Великим постом! Дионисия. Дионисия сталкивалась с трудностью передачи цвета. Достаточно много было опытов с представлением Дионисия. На протяжении целого столетия пытались его показать и в изданиях по искусству, и фотографировали его, но съемка всегда была ночная. То есть пытались избежать влияния переменчивого света дневного и снимали фрески ночью. Фотохудожник и издатель Юрий Иванович Холдин фотографировал фрески Дионисия в течение семи лет и понял, что по замыслу иконописца росписи излучают максимальное свечение в полдень, когда в храме совершается Евхаристия, самая важная часть божественной литургии. 20-я выставка Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия миру» открылась в Липецке 17 марта. Клирик Христо-Рождественского кафедрального собора протеерея Алексей Носыч передал благословение правящего архиерея Владыки Никона на открытие выставки. В настоящее время проходит время Великого Поста и, наверное, каждому христианину, православному верующему человеку будет очень интересно посетить данную выставку и ознакомиться с работами древнего мастера. Посмотреть на работу мастера пришли художники, ценители искусства и верующие. Иконы «Умозрение в красках» считает Екатерина Владимировна Данилова, вдова и соавтор Холдина. Юрий Холдин сумел передать в своих фотографиях краски фресок Дионисия, уловить их светопарение, надмирность. В его работах совместилась обратная перспектива икон с линейной перспективой фото. Зрителей выставка потрясла. Ну, смотришь на все этажи, слезы наворачиваются. Кто-то, может, даже и не знал, он посмотрит, где-то чуть-чуть кольнет что-то, он познает мир, он познает глубину, он познает вот эту самую духовность, которой нам так не хватает сейчас. В Италии работы Холдина выставлялись неделю. Липецку повезло. Фотографии проработают в доме мастера до 24 апреля. 16 марта в здании Горсовета Липецка общественная палата обсудила проблемы морально-нравственных ресурсов гражданского общества в России. Сегодня вообще в обществе, по-моему, самая главная проблема – это проблема различения добра и зла. И в психологии даже появился сегодня такой новый термин – психологический иммунодефицит. И без обращения к нашим фундаментальным ценностям, к нашему православию, эти вопросы невозможно решить. Заместитель председателя Липецкого Горсовета Александр Танких открыл обсуждение, ставшее в связи с последними политическими событиями более чем актуальным, о чем говорилось в выступлениях. Возникает такая проблема, которая без нравственных обществ решительства не зарабатывает государство ни материальные ресурсы, ни экономические ресурсы, ни политические ресурсы, ни информационные ресурсы. Все, так сказать. Вот японский пример является таким, я уж не знаю, убийством. Много было сказано о кризисе морально-нравственного состояния общества и путях выхода из него. Отрадно, что разрешение этой проблемы государство ищет совместно с учеными, врачами, психологами, студентами и церковью, на многовековом воспитательном опыте которой основываются лучшие образцы русской культуры. У церкви вызывается временное состояние общества, моральное состояние общества, немалую обеспокоенность. Но только раньше, как-то вот в советские годы, по крайней мере, к этому мнению церкви не очень-то прислушивались. И сегодня общество понимает, что у церкви есть что сказать и что сделать, чтобы помочь как-то в расственности нашей подняться на должный уровень. В ближайшее воскресенье Православная Церковь вспоминает святителя Григория Палому, чьим именем названа вторая неделя Великого Поста. О церковных праздниках и памятных датах Третьей Седмицы Великого Поста в рубрике «Православный календарь». В субботу 19 марта Церковь поминает усопших христиан. Каждому православному необходимо в дни Великого Поста поминать своих умерших, родных и близких людей, так как в загробном мире сами за себя они молиться уже не могут. Возможно, наша искренняя и горячая молитва станет якорем спасения для дорогих нам людей. Вторник 22 марта Православная Церковь вспоминает о сорока мучениках в Севастийском озере мучившихся. Пострадавшие в IV веке за веру христиане были царскими воинами, отказавшимися принимать язычество. Они даже в страданиях не отреклись от Христа, за что и получили от Господа святые венцы. Считается, что к этому весеннему дню прилетают сорок видов птиц. В память о сорока мучениках в старину выпекали из теста жаворонков. Среди местно чтимых святых в этот день почитается преподобная мученица Наталья Ульянова, которая своей жизнью прославила Господа и Липецкую землю. Святая родилась в Ельце, а в 20-летнем возрасте она поступила в Новодевичий женский монастырь. В 1938 году по доносу лжесвидетелей Наталья была арестована, а затем расстреляна в подмосковном Бутове. Имя святой включено в Собор Липецких святых. Пятница 25 марта отмечена в православном календаре как День памяти Григория Двоеслова, Папы Римского. Он прославился в те времена, когда религия еще не была разделена на православную и католическую, а все христиане исповедовали веру Христу. Святителю Григорию приписано к составлению чина литургии преждеосвященных даров, которая служится в Дни Великого Поста. 14 марта Русская Православная Церковь отметила День православной книги. В конференц-зале ипархиального управления впервые состоялся литературный вечер. Подробности праздника смотрите в рубрике «Благовестники». Слово правды, слово истины. Такое название получил Большой праздник, посвященный Дню православной книги, который собрал в стенах епархиального управления людей, неравнодушных к Божьему слову. Организатором литературного вечера выступил епархиальный отдел средств массовой информации. Его руководитель и главный редактор монахиня Агафона вместе с настоятелем Михаила Архангельского храма города Липецка протоиереем Геннадием Рязанцевым успешно провели этот вечер, отличавшийся домашним уютом, теплотой и душевностью. Во многом такой атмосфере способствовала форма вечера. Ведущие вели диалог с приглашенными гостями, слова выступающих сопровождались видеорядом, а зрители могли в режиме онлайн увидеть книги, газеты, ставшие предметом разговора. В своем приветственном слове правящий архиерея Липецкой и Елецкой епархии Владыка Никон рассказал о патриаршем благословении и о духовно-нравственном значении православной литературы для подрастающего поколения. «Книга – это наша жизнь, и, знаете, есть у святых отцов такая метафора, значит, жизнь, книга, и в конце книги есть точка. Кончилась жизнь, кончилась книга. Да, книга жизни. И поэтому мы все, живя на земле, мы пишем своей жизнью эти книги». Много интересных гостей собралось на вечере. Основной целью мероприятия является популяризация чтения духовно-нравственной литературы, направленной на воспитание подрастающего поколения в свете христианских ценностей. С этой целью писатели, поэты, редакторы православных газет, издатели, словом, все, кто причастен к книгоизданию, говорили о наших успехах, достижениях и планах. Кандидат богословия, директор епархиального издательства «Протоиерей» Олег Безруких познакомил зрителей с историей книги и работой епархиального издательства, рассказал об ожидаемых в текущем году книжных новинках. Член Союза писателей России, директор благотворительного фонда любителей русской старины Владимир Константинович Неверович поведал о духовном окормлении святителем Тихоном Задонским семьи Бехтеевых. Облагочины 2-го Елецкого церковного округа «Протоиерей» Георгий Гастилин познакомил зрителей со сборником «Мир Божий», который стал методическим пособием для воскресных школ и домов творчества. На вечере были презентованы и другие интересные книги, рассчитанные как на взрослых, так и на детей. Писатели, журналисты и психологи говорили о духовном будущем современных подростков, которое созидается уже сегодня. Спасатель детей, взрослый уже безнадежный. Поэтому, видя, как сейчас идет прессинг со всех сторон и СМИ, и прочее телевидение на нашей молодежь, то просто я счел необходимым писать именно для детей. А потому что для взрослых и книг издается очень много, и они сами могут их где-то найти и все спросить. Их батюшки, они не боятся подойти за каким-то интересующим вопросом. Но где вот детям, где они боятся, где-то стыдятся, где-то чего-то они не знают, не понимают. К батюшкам они тоже не всегда могут подойти и решиться. А вот через книгу, где главный герой, их сверстники, их ровесники, такие же, как они, они им доверяют, они за ними идут, и они стараются им подражать. В рамках празднования Дня православной книги в нашей епархии проведено много различных мероприятий, одним из которых стал конкурс среди учащихся воскресных школ на лучшее сочинение о любимой духовной книге. Для тебя должны быть дорогими и эти книги. Они все духовные, вот, и они рассказывают здесь вот о детях и подростках, и о святых земли Липецкой. Я думаю, что вы почитайте, и тебе будет интересно, и они тебе обязательно вдохновят не только на написание интересных сочинений, но и, может быть, на писательскую деятельность. Вот, мы с тебе все этого желаем, присутствующих, поаплодируем. Аплодируем. Спасибо тебе большое. Литературный вечер собрал также и лучшие музыкальные коллективы епархии, среди которых хор Никольского храма города Липецка под руководством Романа Попова, детский хор православной гимназии имени Амросия Оптинского и другие таланты земли Липецкой, исполнившие в минорном тоне духовные песнопения. ПЕСНЯ Оживленную дискуссию вызвала презентация книги московского психолога Татьяны Губиной «Кузя», «Мишка», «Верочка» и другие ничейные дети, в которой собраны реальные истории из жизни брошенных родителями детей. В литературе, как выяснилось, почти не раскрыта тема усыновленных детей, а в нашем городе отсутствует институт подготовки приемных родителей. Созвучно настроению беседы звучала былина, которую исполнил иерей Сергей Прошкин, настоятель Петропавловского храма Чеплыгинского церковного округа. Сочался белый свет и ретушкой. Вот чего у нас сочалась красносовый школь. Говорили и о православных газетах нашей епархии. Липецкие епархиальные ведомости, Усмань православная, Русь святая. Борис Павлович Михайлюк, редактор старейшего периодического издания Усмань православная, из-за ее убыточности несколько раз собирался закрывать газету, но читатели каждый раз угадывали его мысли. И вот когда только появляется мысль, я никому ее не говорю, вот мысль появляется, думаю, ну хватит, можно вообще-то уже прекратить. Буквально через час, иногда через сутки, потому что мысль не раз возникала, раздается звонок откуда-нибудь из Тамбова, потому что газета наша распространяется и по России. И какая-нибудь бабушка вдруг такую фразу говорит, вы понимаете, откуда она прочитала мою мысль? Она говорит, дорогая Усмань православная, не вздумайте закрываться, мы без вас не можем. Вот видите, промысел Божий, покров Божьей Матери, потому что на логотипе газеты присутствует Корсунская икона Божьей Матери. Это чудотворная икона нашей газеты, нашей Усманской земли. И под ее покровом газета все время востребована, и пока закрываться не будет. Песня «Гора Афон» сопровождалась видеорядом о монахах Афона и нашей епархии. Монахиня Игнатия ее исполнилась такой любовью, что в зале никто не остался равнодушным. Господь монахам верит в этот мир, чтобы спасти людей, как можно больше. И молятся хранители земли, помилуй, Господи, спасти всех с Нимуши. Литературный вечер состоял из пяти частей. Так, например, в блоке, получившем название «Символы неиздешней красоты», были представлены малоизвестные и уже знакомые липчанам поэты-священнослужители алтаря. Это член Международной ассоциации писателей и публицистов, Академии поэзии, Литературного фонда России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, протоиерей Геннадий Рязанцев, и член Союза писателей России, иерей Николай Маломкин, которые прочитали свои стихотворения. «Все иллюзорно, кроме вечности, мой друг, И жизнь есть восхождение к слову, Смотри без сожаления вокруг и прозревай вещей первооснову». Особенно взволновал всех, без исключения зрителей, клип на стихи отца Николая «Не умирай, любовь», ставшей кульминацией всего праздника, идея которого пронзительно выражена словами стихотворения «Нам не хватает всепрощающей любви». А завершился первый епархиальный литературный вечер, посвященный Дню православной книги, выступлением ансамбля «Десять талантов». Сегодня в рубрике «Тебе поем» вы увидите музыкальный клип «Не умирай, любовь» на стихи настоятеля Покровского храма Тербунского благочиния, члена Союза писателей России Ирея Николая Малолкина. Не умирай, любовь, не умирай, Мы разучились божественно любви, И по греховной немощи и дам Нам это чувство окончательно сгубить. И по греховной немощи не дам Нам это чувство окончательно сгубить. Дай, Господи, нам, как и Ты с креста, Ради любви страдания снести И через кроткий Твой образ неспроста Сердечную всем радость обрести И через кроткий Твой образ неспроста Сердечную всем радость обрести Мир во дворица добра и простоты На грешный нас земле благослови Для понимания душевной красоты Нам не хватает всепрощающей любви Для понимания душевной красоты Нам не хватает всепрощающей любви Не умирай, любовь, не умирай, Мы разучились божественно любви И по греховной немощи не дам Нам это чувство окончательно сгубить. И по греховной немощи не дам Нам это чувство окончательно сгубить. На этом мы завершаем нашу передачу Желаем, чтобы православная книга Стала надежным и верным спутником Вашей жизни Ангела вам, Хранителя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова